Фару отключили. Готовы провести первый замер. Сейчас слышно хорошо. На 005615... Доброе утро, моя карелия! Наша программа продолжается. С 6 по 10 марта акватория Онежского озера принимала участников ежегодного международного зимнего кайт-марафона «Транс-Онега». Онежская набережная вновь запестрила воздушными змеями. Кайтеров забег длиной в 350 километров и всего 3 дня на целый марат. Первый этап Кубка мира по сноу-кайтингу стартовал в Карельской столице. Теме дня. Традиционный кайт-марафон «Транс-Онега». «Транс-Онега» – марафон для любителей зимнего кайтинга, который проводится на льду Онежского озера с 2012 года. Погода для участников ультрамарафона выдалась превосходной. Всю ночь нервничал, не спал. Сегодня спал до будильника. 7 часов проснулся, так что я физически готов. Надеемся, что будет все хорошо. Команда из Румынии. Кайтеры отмечают сильный состав гонщиков и потрясающие условия для эндуро. «Нам нравится гонять по льду. Прекрасная погода, красивый снег, замечательные русские люди». «Трасса всегда разная. Дима – организатор. Каждый год меняет дистанции, КП. Это зависит, конечно, от ледовой обстановки на Онега». «Кто выносливый, кто умеет бороться. Ну вот и все. Так всегда. Катаешься, катаешься. Только долго катаешься. Четыре дня». «Мальчишек отпускать в такой путь страшно, но они вместе контакты держать все время. Остальное они справятся». «Мы будем в командном пункте ждать. Мы будем данные фиксировать». «Команды, их 29 из четырех стран, все готовы поучаствовать в замечательном кайт-марафоне «Трансадега». «За несколько дней спортсменам предстоит пройти 350 километров». «Парусный спорт, он вообще как борт джентльменов. Есть точки, которые обязательно надо постоять 30 минут, 60 минут. Я стою на третьем КП, Шардоны, красивые острова». «Первой большой остановкой стал остров Кижи». «Некоторые точки, ну прям вот настолько, настолько занесены в такие места, чтобы, потому что реально было очень тяжело пройти». «Сколько участников и какой маршрут». «Все это время кайтеры останутся практически без связи с внешним миром». «Марафон «Трансадега-2017» собрал 27 команд из семи стран мира и разных регионов России». «Даже если они захотят сойти с дистанции, до ближайшего населенного пункта придется добираться самостоятельно». «Сложные условия, ветер рванный очень. Очень тяжело ехать. Репортаж прерывается. Провоцирует нахождение в темноте. Стараемся, главное не упасть. К настоящему интересный день». «Когда палатку поставили, зашли в нее, печечку включили, пищу сушим. Становится понятно, зачем она нужна. Большим удовольствием повезем ее завтра затаять в новом месте». «Много было историй, приключений». «Подняла кайтом, перебросила через сани. Сани опрокинулись, лыжи отстегнулись. Это в кромешной зиме. Абсолютный штиль. У нас впереди средний КП. Там вода, а на улице минус 15. Давай, сели. Официальное открытие экспедиционной гонки «Транс-Онега-2015» состоялось. Завтра отсюда из «Анешской Бубы» в 10 утра стартуют участники. Отличная акватория, интересные люди, прекрасные условия, чтобы испытать себя, своего напарника. Ну и, конечно, хочется победить, потому что победа в этих соревнованиях является проходом на чемпионат мира по многодневным колонн-дистансу, который будет проходить в Норвегии в апреле». «Последние приготовления перед ответственным стартом». «Более 50 разноцветных куполов раскрылись над заснеженной Монегой, умчались вдаль». Впереди у них сотни километров ледяных просторов «Онега». На старт марафона вышла 31 команда гонщиков. Ведители кайт-марафона «Транс-Онега». Команда «Северяне» из Мурманска финишировала в 11 утра в Петрозаводске. «Без проблем». «Опыт большой. Снаряжение, оборудование, все подготовлено. «Слабый ветер, а тут задуло очень сильно. А мы взяли большие купола, то есть большой площадью. Для слабого ветра. Вот и получилось, что нам было очень много этого ветра». «Цель преодолеть 350 километров по льду «Онеги». «В своих силах уверены, сами шьют кайты и знают, какой парус приведет к победе». «Канал не копируется». «Передоление себя, так сказать, гонка длинная». «Приручить ветер и держать верный курс – секрет успешного прохождения дистанции. Марафон – это гонка и одновременно экспедиция. Со спиной у участников сани, совсем необходимым для выживания. Их вес порядка 70 килограммов, поэтому лидировать будет тот, кто умеет управляться скайтом на слабых ветрах. Их главные противники – гонщики из Норвегии». «Длительная подготовка, очень много сильных кайтеров российских. Нужно быть психологически готовым, чтобы с ними соревноваться». «Вероятно, нынешний кайт-марафон вновь станет противостоянием российских и норвежских спортсменов. В то же время победой в любом марафоне принято считать и просто полное прохождение дистанции. В суровых условиях зимнего «Онега» дойти до финиша явно смогут не все заявившиеся команды». В 2016 году марафон «Транс-Онега» официально стал первым из трех этапов Кубка мира по кайти. На лед «Онега» в районе Центральной набережной вышли 30 команд из России, Румынии, Норвегии, Франции, Финляндии, Швеции и Чехии. По словам организаторов, несмотря на оттепель, погода вполне летная. Ветер есть, лед тоже. Кайт-марафон «Транс-Онега» финиширует у Центральной набережной. Экипировка и снаряжение проверяются на берегу. После выхода на лед в «Онежском озере» помощи ждать будет не от кого. Надежда только на себя и напарника. «Станки вот у нас самодельные. Мы их опробовали в дальних походах с Димой. В прошлом весне мы пересекали полуостров «Тальмир» с ними. Самое важное снаряжение – это, наверное, пилот. Прокладка между лыжами и кайтом». Маршрут проложен через знаменитые свои истории, интереснейшие и живописные места. Остров Василисин, Шардонские острова. К этому соревнованию мы стали готовиться еще в прошлом году. Мы выступаем под номером один. Трехдневной автономной гонки с двумя самостоятельными ночевками в походных условиях на льду Онежского озера. И все же 50 человек едут в Карелию и ничего не боятся. Ни мороза, ни ветра, ни ночевок на льду. Есть ради чего. Для многих спортсменов эти гонки – отличная возможность потренироваться перед марафоном в Норвегии. 60 спортсменов из семи стран отправились сегодня на морозе покорять Онежское озеро. Пройти сотни километров от Петрозаводска до Медвежегорска. Под парусом, но над льдом. Длинные мартовские выходные эти кайтеры променяли на марафон длиной в 300 километров. Таково расстояние по Онега от Петрозаводска через Кижи до Медвежегорска. Мне тепло. С такой формой мороз не проблема. И дистанция не пугает. Мы ее пройдем. Обязательно. В день спортсменам придется проходить по сотне километров. В санях спецодежда, несколько кайтов разных размеров, на ветра разные силы, походное снаряжение и еда. Переживаем за ночь. Вчера даже докупили газа дополнительного. Если что, не замерзнуть. Так что в палатках, на льду. Куда дойдем в 10 часов вечера, у нас все стоп. Гонки на такие сверхдлинные дистанции проводят только в Норвегии и Карелии. Тех, кто не дошел до финиша, заберут прямо с озера. А уже 10 марта на Петрозаводской набережной кайтеры проведут показательные заезды со всеми желающими. Петрозаводской набережной кайтерами. Командаем «Пленец» и «Данилов» пальчиков. Очень напорно. У меня нету лакось. Мы очень много времени потеряли на Ивана, чтобы в острове. Сандал может выводить тоже не хуже Эниги. Так, безорвать, 10-19, да? Ну, бунт был подавлен. Мы-то еще в лесу КП поставили. Вот эта замечательная штука, которая выпустила. Которая 1980 года. Нам все понравилось. Нам чем в курсе, чем лучше. Сегодня день-дождень. Нервничаем так, что никаких нервов не хватает. Фотографируем, ухаживаем, выполняем любые каприз. Турмула и острови сильнее, чем на воронье. Но это было довольно ментальное. Это было в основном ментальное. И все остальное. Так, теперь мы можем увидеть, кто имеет стамину. Мы-то! Еее! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 На дистанции предусмотрены ночевки. Результат каждой команды будет зависеть не только от умения управлять кайтом. Старт кайт-марафона, который проходит в статусе чемпионата мира, состоится завтра утром. Обещают, он будет зрелищным. На Донега поднимутся 70 парусов. Крыло над головой, на ногах сноуборд или лыжи, в крови адреналин, а от скорости свистит в ушах. Нижское озеро – это просто рай. Подобных просторов для путешествия на кайте я не встречал нигде в Европе. Это захватывающий дух вид спорта, и ему очень просто научиться. Ветер, скорость, расстояние – все это манит тебя. Контрольные точки. На этих отметках расставлены волонтеры, которые помогут зарядить необходимую аппарату. Спортсмены едут сюда за адреналином и покорением просторов. Но у каждого своя мотивация. Есть несколько подходов. Есть подход спортивный, а есть подход путешествия. Мне ближе подход путешествия. Вот это соревнование – это нечто среднее. Но, а если нет вера, остается только петь и не терять боевой настрой. Ля-ля-ля-ля-ля-ля… Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну это большая гонка эндоро, практически на выживание, готовиться надо достаточно серьезно, все-таки две ночи и три дня на льду, полной автономки Субтитры сделал DimaTorzok Они просто пребывают в таком хорошем шоке, насколько здесь все здорово, хорошо И приезжают еще ребята, дружат, гоняются вместе, все прекрасно, отношения замечательные У нас всем странно-участниц, после этой гонки люди вернутся немножко другими Онега на них повоздействует очень сильно Сознание у них изменится, я думаю, что в лучшую сторону изменится Они пройдут через очень суровые испытания, не только физические, но и психологические Сама природа, сама энергетика озера и сама энергетика соревнования, вот этот драйв-адреналин, он, конечно, воздействует очень долго И пребывает в людях очень долго Они потом полгода вспоминают это соревнование, полгода начинают готовиться к следующему Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok